И мы продолжаем нашу тему, который мы какое-то время тому назад уже начали, с первого послания Петра. И вы помните, я говорил уже о некоторых вещах. Я хочу коротко сегодня вам напомнить. Мы говорили о том, что Петр обращается к иудеям, которые рассеяны по странам. И понятно, что вместе с ними также и неевреи есть тоже. Но по стилю, по тому, как он излагает свои слова, мы понимаем, что он прежде всего обращается к иудеям, то есть они его с полуслова понимают. Они понимают, о чем он говорит. И они, те, которые верят, что Иешуа есть Мессия. Но вокруг них еврейская община, те, которые не верят в Иешуа, и они находятся под давлением, атаками. Смотри, это не точно тот Мессия, они им говорят, и так далее. Петр старается особенным образом укрепить их и убедить их в том, что это правильный Мессия, Иешуа есть Мессия, и он начинает вдруг говорить о крови. Почему он начинает говорить о крови и о жертве? Понятно, что, с одной стороны, у него есть внутреннее пророческое ощущение о том, о чем говорил Иешуа. И прежде чем был распят, Иешуа говорил, пророчествовал о том, что этот храм, который вы видите, он будет разрушен. И о чем это говорит еврейскому уху? Камуван, бета-микдаш, замаком амеркази, в кшехина ашам, в акуль, а вал, мебхинат практик, не элемет и вшторут литнакот михет. Понятно, что для еврейского уха, для еврейского сознания, храм, это центр, это центр присутствия Всевышнего, это там, где обитает шехина, его, но с практической точки зрения нет храма, если нет храма, нет жертвы, нет больше жертвы и нет прощения. В современном иудаизме говорится о том, что теперь мы не нуждаемся в принесении жертв, достаточно молитв. И вот примерно такое пояснение, это похоже на то, что... Потому что Тора очень ясно и четко говорит, что обязано быть место, куда должны приноситься жертвы, для того, чтобы народ мог быть очищен. И это не впервые, когда Израиль лишился храма. Когда было время, когда народ Израиля пребывал в Вавилонском пленении, также он был лишен храма. И не было жертвы. Но тогда они не додумались до вот этого решения, что теперь мы отказываемся от жертвы, и теперь будет молитва. Но они просто рыдали перед Богом и молили Его, верни нас на то место, где есть наш храм, где мы можем приносить жертвы, верни нам это. Но современная иудаистическая мысль, она пошла в другом направлении. И когда Петру спрашивает, «Хевре, аль-тизел-зелу, улай-базмана-зе-адайм, ая-кайам-бай-там-игдаш, а валь-зая-гам-казэ, невуи, омар-аваль, аль-тизел-зелу, ешуа, мета-бурхэм, курбан-кара, курбан-ницхи». Смотрите, а возможно в это время, когда Петр писал свое послание, храм все еще стоял на своем месте, но он говорил, обращаясь к иудеям верующим, что не пренебрегайте этой верой, потому что ешуа, первый священник наш, и он принес совершенную жертву за грех. И он говорил, вне зависимости от того, что храм будет разрушен, у вас будет надежда, и у вас будет возможность прийти и очиститься жертвой ешуа-мессия. И во второй главе Петр продолжает и говорит, что он есть наш креугольный камень. И урок, который давал до этого, до моей поездки, и я дал вам пример слова «эвен», камень, в Писаниях. Я говорил о камне, который был в раю, и я говорил о камне, который послужил подушкой для отца нашего Яакова, и о тех камнях, о которых пророчествует пророк Исаия, и они все пророчествуют о грядущем камне, который должен стать основой нашей веры. и мы продолжаем наш урок, и мы посмотрим, каким образом Петр укрепляет иудеев, тех, которые находятся в диаспоре. Из первого послания Петра, вторая глава, с девятого стиха. История Петра, что укрепляет иудеев, чтобы не было. Выдти, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Я специально попросил Ширли прочитать, потому что у нее есть музыкальное образование, и она знает особенные подходы к еврейскому уху. Я могу тоже, но без образования. Что? Следующий стих, он тяжелее, поэтому я без образования прочитаю его. Вы, царственная священство. Может быть, вы можете повторить за мной «мамлехет коганим»? Вот вам! А вы знаете, откуда я взял этот способ вот так с публикой работать? В Бразилии. Там полторы тысячи народа, и все говорят на иврите. Они все повторяли за мной. «Мамлехет коганим» они говорили. А потом они друг друга говорили. «И что это такое? Что это такое? Царственное священство. О чем это? Кодем коль, אנחנו ломдим, не צריך лифтуах, אבל в Брешит, в Парах 17, в Битии 17 глава, в Пасухим 5 и 6, когда Бог говорит с отцом нашим Авраамом, он говорит, «Если ты сделаешь то, что я говорю тебе сделать, тогда будет тебе хорошо». «И я изменю имя твое с Авраама на Авраам, и из тебя выйдут ангелы? Цари. Катуф каха? Луани катавте отце. Да, это не я написал, так написано. От тебя произойдут цари. «Шам катув». Если мы исход, открываем книгу исход, в 19 главе, в 5-6 стихе, наш Бог говорит Моше Рубейну, и через него он обращается ко всему народу Исраиля, «Если вы будете слушаться голосом Моего и сохраните завет со мной, вы будете у меня царством священников». «Что это?» «Котом коль, в древние времена, когда шеи были гораздо больше, чем сегодня у нас есть, первенец, он не был только тем, кто наследует большую часть наследства отца. Но он также и наследует вот эту должность или ответственность священника, который стоит за всю свою семью, за свой род и молится Всевышним». И вот что Бог говорит народу Исраиля, «Если вы прислушаетесь к Моему слову, вы будете тем, который называется первенец». И во многих местах потом мы видим, как повторяет Бог свои слова, «Ты мой первенец, Израиль». Другими словами, «Если ты первенец, то ты ответственность твоя за все племена и за все народы». Но здесь мы видим, что священник для того, чтобы предстоять Всевышнему, он должен очиститься. Как может священник быть нечистым? И Макс сегодня говорил из недельного чтения Тазрия. То, что существует такое понятие, нечистота. И с нечистотой, человек даже не может, не имеет права зайти в храм. Но священник должен священнодействовать. И вот решение. Если вы последуете Иешуа, то вы продолжаете священство перед Богом. И вы избранный народ. И не надо говорить такие вещи, что вы лучше других. Но избранный, слово «избранный», это нечто, что драгоценное, что сохраняется особенной тщательностью. И вы, те, которые последуете за Иешуа, вы внутри Израиля становитесь избранный среди избранных. И вот мы смотрим сами на себя. И если мы искренне перед собой, то мы говорим ой-ва-вой. Кто я такой? Но Писания говорят, избранный народ. Царственное священство. Бог поручил нам провозглашать Его благость, Его милость и щедрость всему миру. Десятый стих. Не забывай, надо будет читать. Десятый. Десятый. Миз первого Пестра, вторая глава, десятое стих. Читаем. Отем, אשר לפנים לא עם הייתם, אך каэт עם אלוהים אתם, אשר לפנים לא רוחамо, אך каэт מרוחמים. И можно с одной стороны подумать здесь. Петр говорит, вы не были народом. Так, наверное, он не евреям говорит, потому что они были народом. Так о чем здесь говорится? И потому что иудеи всегда были облагодетельствованными, потому что они были сыны Завета. И я хочу здесь сделать прыжок и пояснить все. Я читаю сейчас одну книгу. Некий парень, его зовут Эйн Райт. Может быть, Николай Святой? Нет? Пощут, Эйн Райт. Эйн Райт, короче, может быть. И он написал книгу, что именно сказал апостол Павел. В Англии? Нет, в Руссии. И это книга по-русски. И я предлагаю вам, если у вас есть возможность, Эйн Райт, что именно, это точно название? Что именно сказал апостол Павел? Прочитайте это. Мы говорим сейчас о Петре, не будем путать, что это на букву П одно и то же, но принцип тот же. Вот идея. он говорит так, много среди харизматов, когда они читают послание апостола Павла, то они представляют себе исключительно вопрос оправдания через веру. Но вот этот вот, чтобы мы были такие умные, как этот Эн Райт, он рассматривает Павла с других точек зрения. И он говорит, что оправдание через веру, то весь этот концепт оправдания через веру, он вступает вообще в действие только тогда, когда ты являешься верующим в Ешу, когда ты хранишь его стандарты, его заповеди, и тогда для тебя актуально вот это вот оправдание через веру. И Петр говорит о том же самом. Он говорит, что вы некогда не народ, теперь народ, как некогда неблагословенный, теперь благословенный. О чем он говорит? Он говорит, в Ешуа всегда у нас есть жертвы, искупления. У нас всегда есть судный день. И мы всегда можем обратиться к Отцу и сказать, благодарим тебя, Господь, за то, что ты принял жертву за меня, за мой грех. Я прошу вас повторить за мной еще раз это слово. Курбан ову и поддержку этим словам. Давайте прочитаем следующие 11 и 12 стихи. ову Петра Петра 2 глава 11 и 12 стихи. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Я с одним человеком разговаривал здесь в общине. И у него есть большой опыт в служении за границей. И меня спросили. И вот этот человек спрашивает меня, а вот в вашей общине вы как к алкоголю относитесь? А замарти, ломит яхасим? я сказал, что мы никак не относимся. Ло. Мазот умерет? И что это значит? Есть товар ши шикор везехет. Смотрите, есть такое понятие пьяный. И это грех быть пьяным. Им отдаш шикор везехет. Если ты напился до пороссячего визга, то ты все грешил. Если ты постоянно напиваешь, это хронический грех. Но если ты испил бокал вина, и это шабатное вино, и ты благословил в день шабатный Бога, ничего дурного не произошло. Но если ты в свое время был зависим или от алкоголя, или от наркотиков, неважно от чего, то лучше тебе не прикасаться к таким вещам. Потому что это может искусить тебя, и ты можешь упасть из-за этого. И Петр говорит сам, он говорит, послушайте, желание плоти, или секс, или нечистый секс, это свободный секс. Это запрещается совершенно. почему Петр обращается с этими делами тем, кто живет в России. Смотрите, заповеди, такие законы, типа не укради, не убивай, и так далее. Это не еврейское изобретение, это то, что было распространено в большинстве стран. Но именно, скажем, такие вопросы, как вопрос верности человека, единственной своей жене, это фишка Танаха, это Танах настаивает на этом. Потому что в греческом мире кроме учеников Пифагора, который сам по себе был аскет, остальные были то, что называлось эпикурейцы, они стояли на том, что жизнь коротка, давайте возьмем максимум удовольствия из всего, что есть. или другие, которые поклонялись Астарте, и там это ритуальное блудодействие, это служение Богам. И вот Петр однозначно обращается к израильтянам россиянам. Если только вы последуете и верующие Ешуа Мессии, то не морочьте мне голову своими заявлениями о том, что вы уже оправданы без того, чтобы стоять в определенных стандартах. Интересно, что это актуально сегодня для нас, к сожалению. Что я хочу сказать? Тот, кто грешит, подумай, потому что если ты грешишь, то не существует жертва Мессия. Если ты произвольно грешишь. Если твои глаза тебя искушают, или тело твоё искушает тебя, проси у Бога, у небес, помощи. И ты получишь это. Потому что в Мессии мы имеем обещание, что Он всегда, если только попросим, поможет нам. И последний пункт на сегодня. 13 и 14 стихи мы сейчас прочитаем. о чем здесь говорится. вы должны быть людьми, которые признают, что вы под властью правительства. Это можно интерпретировать так, что у вас есть лидеры, и вы находитесь под их властью в общине. в определенном смысле. И я хочу напомнить вам, что в нашей общине есть лидеры, есть старейшины, и вам важно помнить, что мы всегда готовы служить вам. Но здесь я думаю Петр имеет в виду прежде всего правительство страны. Это так вышло, я не планировал это. И я не планировал что я буду разбирать этот стих перед выборами в нашей стране. Я хочу рассказать рассказать. Это было в 1991 году когда многих из нас здесь не было. И вот мы только что совершили аллию. Мы ничего не понимаем. не понимаем. Мы не говорим в русском и не изучили еврея. И не понимали о рабин и бегин и бегин. в это время еще каждый второй говорил по-русски здесь, а мы еврея не понимали. И вот мы слышим только фамилии рабин и бегин. А кто за что выступает? Иди знай. И я помню одна верующая женщина. Она рассказала мне. Игара в Иерусалиме. Игара сейчас живет. Игара сейчас живет. Игара живет. Игара ее зовут. Вы можете посмотреть с телефоном справедливо. И она рассказала мне следующее. Перед выборами мы молимся. и когда мы молились маленькой группе там было мы получили пророческое слово отдать наши голоса за партию мерец. И вы знаете что такое мерец? мерец это каждый день парады гордости этих голубые всякие вот и передать все территории арабским соседям. еще пустить тех арабов которые сейчас в Ливане и в Сирии и так далее пустить чтобы они тоже здесь жили. Короче я вас сейчас не агитирую за мерец. Слушай будет ошибка. Я хочу будьте внимательны никто не засыпаете на этом месте. Что они сделали как хорошие дети? Они пошли выбрали мерец а юля сидит сейчас наша юля и она на такие вещи кроме как сказать ничего не может тогда одна дама видимо дама была из мерец из партии мерец она была министр образования мерец получила достаточно много голосов и она вошла в правительство и стала там министром образования и просто произвела там революцию в образовании сегодня о чем я говорю у нас это говорят вы знаете я хочу сказать что иногда бог не иногда он всегда управляет и он направляет нас на странные вещи молитесь прежде прежде чем вы пойдете выбирать может быть хорошо посмотреть новости поинтересоваться кто что там предлагает но молитесь но не будьте пассивными какая разница потому что мы строим наше будущее и будущее наших детей но среди всей этой ситуации я хочу укрепить всех нас мы да спасены милостью Божьей иудей и не иудей и к сожалению нет храма в Иерусалиме но есть универсальное решение жертва мессии и каждый день ты можешь очищаться через него если ты молишься Богу и ты ищешь в твоем сердце связи с небесами то ты начинаешь чувствовать что твоя жизнь основана на камне который ничего не может сдвинуть с места иногда да есть взлет и падение такова жизнь но этот камень когда ты чувствуешь что ты опираешься на него его имя Иешуа Мессия это помощь это единственная надежда в нашем нестабильном современном мире я хочу повторить это единственная надежда в сегодняшней ситуации в сегодняшнем нестабильном мире я желаю всем укрепиться и опереться на этот камень книж мир нестабильном с